Владимир Волков посетил в Люберцах предприятие, которое входит в пятерку лидеров по производству натурального кофе в России. Временно исполняющий полномочия главы ознакомился с производством и пообщался с коллективом. Производственная компания работает под торговой маркой «Леба». В виде сырья поступает на предприятие «Зеленый кофе в зернах». Здесь он проходит очистку, обжарку и помол. Кофе после обжарки вакуумными пылесосами перекачивается в бункер. После этого кофе попадает в дозатор, дальше упаковка заправляется в машину, она формируется. Дальше кофе попадает в упаковку, поступает соответственно кофе, газ, азот и все это запаковывается. По транспортеру пачки попадают к оператору упаковочной линии. На производстве применяют новые технологии фасовки, в том числе брикеты и капсулы. Предприятие с огромным авторитетом, именем в этом году исполнилось 25 лет. На предприятии работает 180 человек. Это современное оборудование, это новые технологии и это, конечно же, качество. Для нас очень важно, что промышленный сектор развивается, идет вперед. И планы по расширению у этого предприятия достаточно серьезные. Производители кофе в этом году столкнулись с перебоями в поставке сырья. Из-за санкций, которые повлияли на международную логистику, крупные перевозчики и поставщики отказываются поставлять сырье в Россию. Приходится прилагать максимум усилий, чтобы зеленое зерно поступало вовремя на наши склады. А так мы готовы работать, готовы готовить хорошее кофе для наших жителей и жителей Московской области. Объем производства готовой продукции – более 400 тонн кофе в месяц. Но в связи с тем, что многие иностранные компании уходят с российского рынка, к концу года объем производства возрастет.